Никогда не рассчитывай на завтрашний день, пока он не наступил. Никто не знает, какие беды он может пронести. Между прочим, сказания древнего Египта. Привет, я Даша, и сегодня я хочу тебе рассказать о таких терминах, как исследование сверхословной «вширь» и «вглубь». Сейчас я поясню, что это такое. Исследование сверхословной «вглубь» — это розыск только своих самых прямых породителей. «Вширь» — это когда ты указываешь всех-всех-всех родственников своих предков, их жен, мужей, братьев, сестер и дали. Чтобы это было наглядно, покажу тебе на фамилии Перминов. Вот как выглядел бы график, если бы я вела родословную только вглубь. Так, Сидор — мой самый дальний предок. У него был сын Зиновий. Так, у Зиновия был Анисим. Вот эти тролли, они, кстати, из Вятской губернии. Так, дочь Анисима Агафья родилась уже в Сибири, как и все ее последующие потомки. Это моя бабушка, моя мама и, собственно, я. Ну, таким образом. Некоторые ведущие графики только вглубь, они еще указывают других детей, а также мужей, жен, главных персон, но не более того. Вот так выглядел бы график, когда я веду его вширь. Так, также добавляются все братья и сестры, главные персоны. Это у нас Агафья выступает главной персоне в моем роде. Ну, я тут трех ее только сестер изображаю. Записала. Это все сестры Анисима, а не Агафья. Уже особо расписываться не буду. Агафья среди братьев и сестер были Зиновия, Матрена. Вот, кстати, одна из тех, кто вышла замуж за своего родственника. Так, бабушки еще помимо мамы. Еще одна сестра есть. И муж у нее был. Ну, это, конечно, далеко не все. То есть в широком графике также указывались девичьи фамилии, жен. Их отцы, их сестры, братья. То есть все очень... Ну, надеюсь, понятно. Конечно, я сейчас не всех родственников указала. Так, с эмитичным бысалом. В чем преимущество? Введение родословной вглубь, таково мое личное мнение, я не вижу вообще никаких преимуществ. На мой взгляд, этим способом пользуются только те люди, которые хотят сохранить имеющуюся у них информацию и планируют придать ее своим потомкам, но не планируют каких-либо серьезных изысканий в этой области. А вот в широком... как раз-таки наоборот. Здесь есть три основных, главных плюса. Плюс первый. Представляется более полная картина, так сказать, семейная. Вот эта вся статистика семья, она очень интересная может быть на самом деле. Второй плюс. Инцесты. Ну, это не назвать в полной мере инцестом. Все-таки инцестом считается, когда родные и двоюродные, по-моему, уже инцели вступают в связь. Если я не ошибаюсь. Ну, вот я, например, благодаря именно широте своего графика обнаружила, что было в истории моей семьи целых три случая, когда родственники женились на родственниках. И третий плюс. Самый грандиозный. Ну, прежде чем я о нем расскажу, хочу пояснить, что такое однородец. Однородец, это человек, с которым у вас общий предок, в коктейном колене, но вы не являетесь при этом близкими родственниками. В качестве примера, вот этот график, который я только что рисовала, допустим, я вот Агафья, последний носитель фамилии Перминов, ну, допустим, предок Зиновия, там, тоже в третьем колене, как и я, от фамилии Перминов. вот оно, ну, его бы предок там, допустим, вот так вот изобразить, чтобы он моим ровесником оказался. Вот это мой единородец будет. только в том случае, если родословное ведется в ширь, можно найти однородца, и это будет очень ценно, потому что, смотри, я нахожусь в одном городе, он в другом. В архивы моего города, или города ближайшего ко мне, могут находиться очень ценные для генеалога документы. И я могу, как бы, достать их и предоставить своему родственнику. И наоборот. У меня был такой случай в жизни, действительно, моя родственница, которая находилась в другом городе, для меня нашла очень важные документы, которые просто повернули в другое росло изыскания. На этом все. Помни о своих корнях. Пока!